Жизнь с Валерием Панюшкиным И выяснилось, что помощь детям с синдромом Дауна в этой стране не устроена никак И тогда он организовал фонд помощи детям с синдромом Дауна под названием Downside Up Привет! Привет! Ты спрятался? Давай теперь дай ему Нету! Где Марат? Где Марат? Вот он! Привет! Давай теперь дай мне Смотри! Давай, давай, давай доставай Давай, 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 давай Ура! Вот такой жест есть у него? Вот простите Он понимает, как дать, то есть когда мы у него просим Да, а он у вас, а как он у вас просит? Ему не приходится, да? А если он не может взять? Он должен Потом он начинает голосить Спасибо тебе, дорогой Я думаю, это вот радость такая Ну, в смысле, вот это вот сейчас вот он Явно, что он понял и сделал то, что нужно За 20 лет фонд Downside Up более или менее объяснил родителям Что отказываться от детей с синдромом Дауна Совершенно не обязательно То же самое более или менее объяснили и врачам С ним совмещенные действия не будет Давай, смотри, прошу Дай, дай, дай Вот, ааа Ой, какой у меня мячик Хочешь? Хочешь? Мало Кто сказал, что он не просит Эти родители, они всегда клевещуют на детей Спасибо Папа сейчас попросит Ой, смотри, папа как просит Папе дам На Папу Дать? Давай попросим у папы А что он им потерял? Еще просится Это вот тот случай Вот вы мне уже ответили на то вопрос Что он делает, когда он хочет? Он берет Да Значит, если чуть-чуть создать не сильно Только вот, пожалуйста Некоторые логопеды говорят Делайте вид, что вы не понимаете ребенка Когда он заговорит Я не знаю, как он заговорит Но проблемы поведения вы получите Потому что, если, например, я сейчас вам буду говорить А вы не будете реагировать То я вообще перестану с вами общаться А перейду там на других Да? Поэтому чуть-чуть делайте паузу Вот Вот он хочет, но не может И вы чуть-чуть делаете паузу Возможно, вот как сейчас И тогда вы уж ему сразу даете Даже если он у вас вот так попросит То, чего давать нельзя Вы как-то постарайтесь Немножечко ему вот дать Ну, допустим, там оно опасное То есть я должна дать ему по нему Что я все поняла Да Вот в этом возрасте Ребенка может привлечь Самая неприглядная игрушка Только потому, что Ею интересуются взрослые То есть вот Вы какой-то купите там Тактильный коврик сверху А он пойдет Тряпочку на кухне Страшненькую найдет И будет ею играться Потому что это Это ваша любимая игрушка То есть Ну, как вам сказать Игрушки получают Такие предметы Несколько социальный оттенок Вот когда погремушка Ему другое не нужно Он играет и играет А сейчас по-другому Есть ваши игрушки А мы им навязываем Какие-то не очень Свои Постепенно Люди из Даунсайдап Научились И государственным чиновникам Тоже объяснять Что детьми С синдромом Дауна Можно и нужно заниматься Постепенно Нормально работающие службы Помогающие детям С синдромом Дауна Появились в Новосибирской области В Калужской И много еще где Он хочет отработать Все свои движения Вот у меня есть чашка И я буду пить Ой, хорошо Какая чашечка у меня Ага Он маленький мальчик А мы хотим его Многому научить И поэтому он Книжку не читал И целей не ставил Для него другая цель С вами пообщаться Поиграть Поразвлекаться Это должно быть весело Сейчас ему важно Что это он с папой играет Вот для него Понимаете? Вы стали Нет Значит, смотрите В раннем возрасте Вы и игрушка Существуете отдельно Он играет по гремушками Вы появляетесь Он начинает вам радоваться Погремушки уже не нужны Сейчас вы Человеческий предметный мир Слились вместе Ему интересно Что делают люди Вот это вот основа Вы сейчас Огренизуется Так Ты бросаешь Я смотрю Я смотрю Ты бросаешь Да? Я сейчас Заберу Заберу Давай скажем Игрушки Пока-пока Все Да? Скажем так Пока-пока Нет? Ты еще хочешь Это все Ну Так Непорядок Непорядок Надо чтобы в таком разобранном виде Убирать Все Ну вот теперь Вот теперь все Я хочу сказать что Пять человек Могут изменить мир Могут реально изменить мир Хотя бы Для детей с синдромом Дауна Жизнь с Валерием Панюшкиным Телеканал для тех Кому не наплевать